вопрос следующий у моего ребенка страхи может его нужно отвести к психологу это написала мама и по поводу страхов и по поводу отводить психологов сейчас немножко тоже расскажу значит если у ребенка страхи начнем с этого то первое о чем стоит подумать что с ребенком все хорошо потому что очень странно когда у ребенка страхов нет другой вопрос почему возникает мысль отвести к психологу она может возникать ну давайте возьмем например ну два варианта для начала до первое это а может страха быть не должно второе а может они а может они конечно и должны быть но они такие что я начинаю уже волноваться когда же может быть у ребенка такой страх что вы как родитель должны волноваться и когда же вы можете сами как родитель диагностировать что возможно моего ребенка надо отвести к психологу этот момент происходит тогда когда вы видите что страх вашего ребенка мешает ему нормально жить как это может выражаться ну например мой ребенок боится темноты ну и хорошо все в какой-то момент жизни боятся темноты а в какой-то момент нет а некоторые боятся всю жизнь но если мой ребенок боится темноты и поэтому он не может спать потому что в комнате выключается свет то это уже и причем это не один день не два дня иногда а это прям это прям уже протяженно длится да то есть это в какой-то момент началось да может вы забыли в какой пойдете психолог он будет вас естественно подробно спрашивать и однозначно в этот момент что-то произошло с ребенком или в вашей семье и это отразилось как-то на вашем ребенке еще какой момент например мой ребенок боится собак да нормально я кстати тоже переживаю только летом не собака чудом просто не схватила за ногу очень большая собака и хозяйка и поехала по траве держать за поводок причем хозяйка ехала у так уже под наклоном по траве то есть она могла бы еще чуть и принципе упасть и собака бы мне кинулась этот эта порода очень такая большая грозная черная у нее что-то бакенбарды висят такая большая морда то есть эта собака по-моему это по-моему та порода которая еще называют любимая порода сталина который там из заключенных заключенный бежит из тюрьмы отправляет эту собаку и вдогонку если собака вернулась заключенный 100 процентов мертв если собака не вернулась возможно заключенному удалось ее победить то есть это очень серьезная порода и вот это вот эта собака огромная она на меня бросилась и она бросилась защищая хозяйку я просто шел и даже не делал резких движений то есть поэтому ну я тоже боюсь собак но если ребенок боится собаку настолько что когда он видит собаку идет например с мамой или с папой видит далеке собаку начинает например кричать падать на землю или убегать или там а потом долго после этого плачет и вы не можете успокоить и это сопровождается ну просто как каким-то таким сумасшедшими бурными реакциями и потом он после этого плохо спит и потом он например не ходит туалет вот эти вещи говорят о том что страх пролез уже туда куда вы своими убаюкиваниями и улюлюкиваниями скорее всего там вы ничего не сделаете здесь нужно чтобы мешался специалист клинический психолог и он поработал с вашим ребенком причем это медицинский психолог то есть например я с таким ребенком бы не работал и это не мой не мой профиль мой профиль детско родительские семейные отношения я работаю только со взрослыми вот вот такие вот страхи которые конкретно мешают жить которые конкретно меняют состояние ребенка которые приносят привносят вот эти вот вот эту вот цепочку реакции реакцию такие вот сильные вот этот вот эти страхи с не с ними стоит обращаться уже к психологу и с ними стоит работать и пусть уже он определяет что и как дальше быть вот а если просто мой ребенок боится ой вы знаете а вот у меня ребенок боится темноты, собак, незнакомых мужчин боится. Потом боится еще, например, ездить в машине, почему-то он боится. И, например, он боится воды. Вот у меня сколько. И вот это точно надо вести, может так подумать, какой-то родитель. Опять же, если эти страхи, ну, они присутствуют, но, как я перед этим рассказал, не приводят к таким последствиям и не имеют такого выражения, как я говорил, то это может быть нормальным. И просто вы должны понимать, насколько страх мешает ребенку и какие он, так скажем, физиологические реакции вызывает у ребенка. Вот это вот важный момент. Если это есть, если вот так, то да. Если этого нет, а просто есть, боится того-того-того-того-того, а потом начинаешь спрашивать, ну, и что, и как это? Не, ну, просто боится, вот, я просто рассчитал опять. Это, ну, окей, да, это бывает. Одновременно, по-моему, там, от 5 до 7 страхов одновременно может быть у ребенка в возрасте 4-5 лет. Это нормально. И дальше они могут быть. То есть вот, если они так не мешают конкретно, то с этим ничего. Особого делать не надо.